итак друзья всем привет хочу вас поприветствовать на нашем третьем дне марафона давайте для начала как всегда проверим связь поэтому давайте проставляйте плюсы в чат очень важно понимать что у нас все хорошо со связью все хорошо с трансляцией жду вашу обратную связь жду плюсики а пока что скажу пару слов о том чем мы сегодня будем заниматься наверное представлю все-таки еще разочек знаю что у нас есть определенная ротация по слушателям вот привет всем всем привет спасибо за плюсы меня зовут артем я занимаюсь двумя проектами связанными с архитектурной визуализацией первый проект проект джейн кубатор учебные в рамках которого проходит сегодняшний до третий день нашего 3d марафона и второй проект это проекта мега рендер это полноценная студия визуализация которая работает на запад на внешние рынки пару слов о образовательном проекте так как мы сейчас вот непосредственно с джейн кубаторов с тем с вами находимся мы проводим обучение в разных форматах это и открытые мероприятия подобно этому да это и закрытые мероприятия мероприятия на которых мы обучаем людей и выводим их на очень хороший уровень коучем проводим с ними консультации всячески продвигаем их и делаем так чтобы качество их работ стало действительно высоким приемлемым для сегодняшнего запроса для запроса сегодняшнего рынка и так у нас сегодня с вами третий день и мы сегодня с вами будем разбирать одну из самых моих любимых тем это тема освещения это сто процентов художественная работа если мы допустим до два предыдущих дня первый и второй работали по большей части над техническая составляющая то есть нам нужно было организовать сцену нам нужно было проставить поставить зеленку заполнить зеленкой сделать так чтобы наш полигонаж не вырос сделать так чтобы сцена была оптимизирована хорошо вращалась так далее и тому подобное да конечно не без включения определенных художественных аспектов да потому что как ни крути мы формируем композицию кадра композиции это процентов 30 успехом если не больше если не все 50 тот сегодня и процесс и тема она будет отличаться потому что технически я считаю что в постановке света все довольно просто происходит да но здесь очень важно как раз таки вот хорошо видеть хорошо смотреть хорошо чувствовать картинку и понимать вот что нужно этой картинке для того чтобы она все-таки собралась для того чтобы она хорошо смотрелось для того чтобы на нее и и хотелось разглядывать да она должна вызывать эмоцию и здесь включается свет в прямом и в переносном смысле этого слова и если мы до этого с вами работали исключительно я так называют технический свет да то есть мы поставили жди рай карту она в целом давала довольно таки неплохой рисунок но как вы понимаете это сейчас если я оставлю просто лишь жди рай карту то мы получим что-то вот что-то вот такое вот нам и да и жди рай карта выполняет свои функции она освещает нашу сцену но мы не видим того эффекта художественного на который мы рассчитываем который мы хотим да и только лишь когда мы добавляем дополнительные источники света искусственная вот сейчас просто включаю дан мы видим что наша картинка начинает действительно оживать в ней появляется объем в ней появляется игра в ней появляется определенная компланарность по свету да то есть теплая холодная зритель начинает картинку исчитывать лучше и он естественно хочет рассмотреть на в этом в общем-то и суть нашей работы состоит мы должны сделать так чтобы картинка привлекала и притягивала внимание зрителя хороший художник это не только в нашей специфики до нашей профессии это не только человек который технически правильно владеет инструментом 3ds max хотя это тоже крайне крайне важно да мы все таки как я считаю в первую очередь художники инструмент это 3ds max но первично наше художественное видение наше понимание того как это должно выглядеть да то есть мы по сути говорим о красоте в первую очередь только что вот вы видели легкую демонстрацию того быструю демонстрацию до того какие источники света дополнительные я добавил и я буду подробно рассказывать как я добавлял почему я их именно так расставлял ну и не просто расскажу я еще покажу да вот проведу вас по всему процессу соответственно постановки светом что еще хочется сказать друзья домашнее задание радуйте на самом деле результатом очень неплохо смотрится то что я вижу конечно я понимаю что здесь большая часть работы была с моей стороны проведена двух скажем так 2 тактовая что ли двухфазовая да с одной точки зрения с одной стороны я вам даю полный полную палитру то есть все текстуры от меня приходят вам приходят наборы материалов к вам приходят модели это огромный кусок работы а также я даю вам четкое понимание что куда ставить да то есть по сути вы сейчас практикуете вместе со мной следуя очень четким инструкциям это отличная демонстрация того как работает система обучения да то есть здесь пока что еще вы безусловно учитесь вы получаете определенный стил вы получаете навык но здесь вот я вас виду прям вот за руку просто взял и каждого из вас прям тянуть и ну тянуть и ну тянуть и нам а если вы вот вы заметите по себе результаты довольно таки прикольные сейчас полистаю мне нравится что я вижу в большинстве случаев это смотрится хорошо и я бы сказала что да это оправа это тоже оправа это хорошо вот если вы сейчас попадете чуть чуть более дикие условия для себя да то есть полевые когда у вас нету референса нету палитры подобранной нету текстур подготовленных нету hdri карты то это будет другая немножечко работа ну немножечко в кавычках сказано да и вы увидите вы прям сразу почувствуете как будут напрягаться совершенно другие извилины вашего мозга это будет друг другое по ощущениям да вот не будет таких сбалансированных картинок картинка вот на этой хочется акцентироваться потому что она сделана ошибочно не сейчас проговорю некоторые частые часто повторяющиеся ошибки то есть вот в данном случае мы видим пересвет пережег хайлайт компресс не выключена максимум на десятку мы видим переженную картинку что впоследствии будет плохо сказываться на ну в ходе пост коррекции мы уже не сможем с ней работать потому что мы получили как пересвет здесь так и завал по теням например это не классно вот здесь вот палатом и пергу по палитре по колористике все хорошо листаем дальше нравится то что некоторые люди начали работать уже с волюмами мы здесь видим проявление как раз таки и воздушной перспективы ну это и хорошо в данном случае ну хорошо то что есть инициатива но с другой стороны это сделано чуть чуть некорректно потому что вольтем на самом деле сейчас довольно таки усилен по отношению к тому что мы видели бы в реальной среде волюм хорошо читается тогда когда солнце свет прямой светит непосредственно в камеру да в данном случае мы видим какой-то свет слева но он не директ он не уходит прямо в линзу поэтому здесь ну в данном случае такой активный фок он бы себя не проявлял раза в два меньше его нужно было делать хотя в целом ну или повернуть я рай карту немножечко против часовой чтобы скажем так яркое пятно карты попала в камеру тогда такой сильный фок был бы обоснован в данном случае но от бет мне нравится классная глубина фога многовато в целом достаточно интересный вариант пустовато видите то есть но здесь видно что человек видимо не имеет большого скилла работы поэтому просто не до заполнил как бы не пришел к по по объемности к тому варианту которым которым нужно прийти некорректный тон мэппинг да то есть мы опять же видим пережженную картинку и отсутствие тона отсутствие краски скорее всего какие-то нюансы возникли с формированием цвета текстуры да соответственно вот она у нас слишком светлая получилось базовая текстура она дает дополнительный рефлекс на наши травы они тоже начинают подсвечиваться светиться провал по теням здесь очень темная картинка так делать не стоит также вот сейчас пролистая здесь была довольно хорошая работа вот здесь вот тоже да вроде бы все делаешь по инструкции а есть так естественности не приходишь потому что в данном случае я считаю что грубовато была сделана работа как по созданию непосредственно карты для камней так и вот сам рельеф очень неестественным в данном случае вылеплен он грубовато уходить от грубости и работаете лучше на нюансе работа построенная на нюансе значительно более интересным будет для зрителя очень классный подбор hd рай карты здесь вот мне нравится классный свет классная карточка классная тональность но здесь мне маловато растительности хочется все-таки больше забыла забивать пустые места например вот я ищу работу здесь где очень хорошо получилось мне нравится соотношение растений к камню вот все здесь достаточно прикольно смотрится растение немного камни немало все достаточно объемное живое где-то может быть на грани фола по объему но здесь вот такое состояние она довольно интересное так идем дальше идем дальше хочу показать здесь была действительно интересная хорошая работа вот мне понравилась она здесь видно что человек ввел дополнительный источник света солнце скорее всего доктора стоит слева от камеры а вот в данном случае volume вот такой вот мощный здесь обоснован потому что явно чувствуется direct light прямой источник света работает солнце светит она не светит прямо в камеру но она есть мы это видим по тому как прорисовываются растения и вот это вот хорошо это объемных тому же довольно таки классно смотрится этот фрагмент подсвечивается росточки вот здесь вот это точно также мы видим дополнительный объем здесь очень приятная красивая художественная такая я бы даже сказал наверное утренняя работа не вечерняя утренняя причем потому что чувствуется сильный фок чувствуется туман туман чувствуется чаще всего утром нежели вечером потому что роса испаряется она подымается и фок себя проявлять сильнее вот это вот прикольная достаточно классная утренняя работа мне нравится и объемная и светлая и сатурированная тоже в мир очень хорошо чья работа кстати есть человек отзовись так выключил до случайно пережег перри контраст пересвет вот от этого нужно уходить тоже опять же перри контраст что еще можно сказать но в целом наверное вот такие вот будут комментарии по до в общей массе вы увидели к чему от чего нужно уходить и к чему нужно стремиться я показал я с акцентировал внимание на тех работах которые требуют определенно доработки и с акцентировал внимание на работах которая смотрится сбалансировано гармонично и хорошо в целом увидите что вы приходите в общем так довольно таки я надеюсь что для каждого из вас неплохому результату и каждый из вас чувствует определенный прогресс и продвижение в ходе этих встреч что друзья со студентами на самом деле cg инкубатора мы прорабатываем намного больше в закрытых группах по нескольким причинам первое если группа закрытые платные то соответственно логично что контент я буду подавать там совершенно другого уровня совершенно другого характера и другого качества да это совсем другая глубина второй момент связанный с тем что мы на курсе получаем лучший результат заключается в том что мы работаем персонально с каждым художником с каждым студентом я даю рекомендации три раза в неделю по работе и вот шаг за шагом шаг за шагом вытягиваем работы на хороший уровень качаем людей как с художественной с точки зрения так и с технической точки зрения вот поэтому еще раз повторюсь у нас кстати 20 в двадцатых числах этого месяца три двадцать пятая то ли двадцать шестой точно не помним состоится старт закрытой группы если будет желание то приобщайтесь будем рады видеть вас и прокачать вас по-настоящему как положено как следует глубоко и надолго запомнили и поняли все таки как это происходит во всех нюансах во всех подробностях так что еще у нас там 30 минут в принципе общаемся разобрали домашку поняли что мы будем делать сегодня я думаю что можно потихонечку приступать уже к практике друзья если готовы то давайте опять же плюсы смайлики восклицательные знаки остаются кстати да вы меня часто задают вопрос а какова ли конкуренция на рынке визуализации и сильно ли она и что происходит много студентов и так далее и тому подобное но даже эта практика показывает то что есть желающие до которые хотят попробовать а есть люди которые почувствовали что действительно их и хороших художников художников много хороших художников мало я желаю каждому из вас постараться все-таки сделать все возможное для того чтобы из разряда художников перейти в разряд хороших художников это очень ценно так ну что ж я думаю что теперь можно непосредственно по практике пойти но есть но конечно же не без определенного более расширенного предисловия относительно того той демонстрации которая сделал сначала и так я выключу он сейчас все источники света оставлю hd рай карту это друзья это та ситуация которую вы имеете сейчас у себя например на такая да что нам важно простроить в данном случае мы наверно начнем с того что простроим общий светотеневой рисунок и здесь я позволил себе легкий фрейк я добавил источник света который назвал артифишал сам и самыми этого значения в лайтмиксе я понял да проставляя hd рай карту я понял что мне очень нравится позиция данной карты да мне нравится тот градиент которая получаю этот переход от светлого к темному очень объемно очень сочно смотрится но при этом при данной позиции жди рай карты я явно теряю объем картинки я не читаю объем здания этого не хватает поэтому я позволяю себе здесь ввести дополнительный источник света это фейковая будет вещь я всегда был против фейком вот но в данном случае сделал исключением это немножечко и ваш кругозор расширит потому что вы помните что есть еще вот такие вот инструменты влияния на скажем так на художественную составляющую картинки ну и сам я понял что вот с такой постановкой это смотрится лучше так ну корона сан здесь не используется я объясню почему далее естественно но эта картинка в целом об атмосфере и атмосфера фаерплейса атмосфера камина она была для меня очень вот не камина ну что это у нас фаерплейс да костер она для меня очень была важна поэтому делаю акцентик на этой зоне и вы видите что здесь работает два источника света это источник света который непосредственно дает ambient light и источник света который работает на формирование пламени это два элемента я тоже расскажу как технически правильно это реализовать интерьерный свет конечно же да интерьер free и все и подсветка деревьев я решил что было бы классно поработать еще с подсветки ландшафта почему бы нет очень мне нравится когда появляются какие-то светлячки акценты я подсветил деревья снизу есть такой ландшафтный прием у дизайнеров и я его в общем то сюда привнес вот такие вот шаги были предприняты по освещению данной сцены также если у нас будет время то я думаю что мы с вами разберем еще ночную схему освещения а на самом деле не сильно меняется есть пару нюансов она хотелось бы вот эту схемку тоже вам показать потому что она редкая вы ее редко где возможно встречаете на рендерах хочется все-таки добавить перевнести определенной оригинальности в процесс поэтому будем стараться успеть ну что ж поехали я сейчас уберу из сцены любые источники света тут тоже иду на собственно я уже к этому привык у нас большой опыт видения таких вебинаров порядка пяти лет я этим занимаюсь и да конечно я готовлю сцены готовлю материал весь под сцены я знаю что я буду делать но когда я допустим беру и удаляю таким вот образом из сцены все источники света и на глазах у вас ставлю новое то я всегда иду на из он осознанно на небольшой риск того что в прямом эфире что-то может быть может не до получиться но так даже интереснее как для вас так и для нас почему бы нет в этом есть определенный какой-то огонек так ну что ж источники света я удалил запустим сейчас настройки рендером обнулим прошу проще не до кнопка обнулим а с этапа light mix а то есть смотрите у меня был light mix настроен под каждый источник света сейчас все это обнулиться и light mix я прострою опять же с нуля опять же заново но сейчас не на ту кнопку нажал поэтому чуть-чуть подождем пока он погрузит сцену и здесь опять же хочу сделать вставочку относительно того что вот я работаю в интерактиве мне в интерактиве очень комфортно работать но опять же подозреваю что у вас да в связи с тем что сцена не самая простая интерактив будет не так быстро отзываться на какие-либо изменения поэтому рекомендую на вашем случае при вашей работе наверное выключить убрать некоторые виды трав да то есть вести количество растений к минимуму просто-напросто закрыв этот слой это облегчит вам работу потому что интерактивчик будет в разы быстрее обновляться и так запускаем интерактив ждем я как вы помните убрал все источники света а а точнее вообще не быстро пишет евгений наверное я веду что интерактив не быстро обновляется да это действительно так так вот он пошел сейчас выключу артифишал light и подождем когда появится картинка вот она появляется и вот она значит наш базовое наше базовое изображение друзья давайте начнем по классике я обычно начинаю с постановки искусственного света в интерьере потому что если мы посмотрим сюда мое мнение таково что этот свет свет в интерьере он все-таки задает тон картинки и важно найти соотношение на искусственного света к естественному свету окей так возвращаемся в макс я это подвину сюда и сделаем следующее действие уходим в источники света корона корона light используем и здесь уже у меня есть определенные преднастройки я сейчас сделаю выведу их в дефолт так так это у нас дефолтные настройки переключимся на температуру обычно да по дефолту у нас стоит белый цвет в директе я переключаюсь на кельвины и прописываю значение 2200 кельвинов эта температура до в данном случае имеется ввиду следующее источники света все источники света имеют определенную температуру который из меня измеряется в кельвинах температура будет задавать видимый спектр источника света да то есть его цвет если верить простым языком чем температура ниже будет до тем свет соответственно будет теплее но сейчас наглядно покажу вот работает источник света с температурой 3200 кельвинов меняем данную температуру на 6000 кельвинов получаем более холодный свет 9000 кельвинов еще более холодный свет на интерьерные источники света обычно имеет теплое значение по кельверам по температуре поэтому я ставлю 3200 кельвинов это будет красиво здесь же мы сразу же получаем необходимую нам комплемент что еще раз по дефолту стоит у нас по дефолту стоят все эти галочки это означает то что наш источник света будет виден в отражениях он будет принимать на себя тень а также он будет видеть будет виден в преломлении да то есть рефракции если эти галочки включены то вы будете видеть вот этот вот шар на его нужно вот таким вот образом погасить то есть оставить источник света на сделать его невидимым для камеры невидимым в рендере окей и дальше давайте отрегулируем мощность мне явно хочется сделать это пост помощнее посветлее поэтому я поставлю значение 100 здесь сразу же рекомендую вам сдать дать этому источнику правильное имя потому что light mix будет соответственно называть ваши источники света опираясь на то имя которое вы ему присвоили здесь поэтому я пишу что это интерьер лайт л до 01 я знаю я пойму что это интерьерный свет это первая первая кабинка после этого давайте в топе я возьму и скопирую данный источник света сюда но внимание не в инстанции а в копии потому что потому что light mix будет принимать непосредственно на себя инстанции вот а второй источник света которая копирую в этом же пространстве уже будет скопировал в инстанции поэтому мы получим завязку этих двух источников света вот так вот они смотрятся здесь так и копируем третий источник света в копии уже потому что это отдельная история и называем его кстати он сам добавляют видеть автоматом переименовывать источники света мои я задал лишь имя первого источника света ко второму к третьему четвертому он же сам дописал необходимые мне цифры в в названии окей мы подсветили интерьер с яркостью сейчас сильно играть не будем более нюансно с яркостью мы проиграем когда отстроим light mix сейчас я же выведу дополнительные источники света на балкон и так еще раз поработаем здесь в инстансе инстанс инстанс эти два источника света будут у меня завязаны вот и здесь от уже сработаю с инстансом вот таким вот образом наверное поставить куда-то сюда смотрим что у нас получается довольно таки интересно подсвечивается единственное здесь получаем вот такой вот не совсем как по мне хороший пересветик друзья кстати когда работаете со светом переключитесь в light для того чтобы не цеплять случайно геометрию либо другие какие-то предметы а работать непосредственно со светом вот и источник света чуть-чуть отодвинул и убрал вот этот вот неприятный пересвет который мне мешал и так хорошо есть такая история поставили искусственные источники света в интерьере а теперь можно а поработать непосредственно с дополнительным глобальным освещением самой сцены друзья как я говорил мне здесь нравилась постановка hdri карты мне нравилось как она смотрится во вьюпорте как она работает на общую композицию атмосферу эмоцию кадра но я не получаю нужного результата по прорисовки самой геометрии здание стало просто черным силуэтом у меня нету красивой проработки и прорисовки геометрии травы которую так долго рассаживал до мои скалы смотрится вроде бы как неплохо но все равно что-то здесь не то поэтому мы сейчас пойдем следующим образом друзья я буду имитировать свет очень рассеянного источника света солнце и здесь есть два варианта на то есть вот смотрите я этот источник света пока что выключен все его нету и включу сейчас солнышко вот у меня есть солнце она уже стоит таким вот образом довольно низко к горизонту она особым образом настроена она холодная далее сделал его холодным специально для того чтобы она соответствовала цвету environment а здесь довольно таких прохладный environment size обычно по умолчанию стоит единица давайте включу и буду вам прямо на живом примере показывать и так включаем солнце опять же уйдем дефолтные настройки то есть если я поставлю солнце и ничего с ним не сделают и получу вот такой вот результат вот такой вот результат она это не круто а первое чтобы делать я опущу его интенсивность в сто раз вот таким вот образом да нет в сто раз они в тысячу вот опускаю интенсивность потом видите мы получаем жесткие тени здесь я не хочу жесткую тень потому что я понимаю что солнце мы где-то очень очень близко к горизонту если она близко к горизонту то я буду неизбежно получать тень тень рассеянную поэтому в сайзе буду увеличивать значение если увеличиваю значение то соответственно я получаю более размытую размазываете вот она получается но при этом вы видите что свет теплый здесь уже идет вопрос такой вкусовой да то есть это может быть теплым это может быть холодным в зависимости от того как вы это видите в данном случае я увидел более холодный свет для того чтобы картинка все-таки не теряла свою компломентарность я хочу разбить мне хочется чтобы я получил все-таки холодный environment да и теплый интерьерный свет поэтому я переключаюсь опять же наручную регулировку температуры указываю 6500 кельверов и получаю холодный environment вот он вот она так вот светит солнышко давайте сейчас запишем данный фрейм буфера в историю там так вот store current virtual frame буфер записали выключим солнце можно сравнить кстати да то есть результат солнцем и без как видите мы получаем явно очень даже неплохой классный дополнительный объем но а я подумал что можно попробовать еще одну вещь и она может сработать лучше что мы для этого сделаем мы для этого сделаем следующее я ставлю огромную огромную сферу сюда на вот такой вот размером так авто сейф попробует нить его есть получилось огромную сферу которая будет имитировать якобы солнце друзья почему я это делаю сейчас попытаюсь объяснить когда мы ставим солнце мы получаем direct light лучей вот в одном направлении все идут да и вся наша сцена покрывается этими лучами если я ставлю сферический источник света то я получаю свет который идет не в одном направлении я получаю распространение лучей вот таким вот веером и да друзья внимание это фейк да это не физкорректно но что я в этом случае получу сейчас покажу и так включаем источник света включили его так light mix нам нужно выключить корона сан ухты не обновляется еще раз это у нас выключено ага все есть есть обновление и давайте посмотрим теперь сравним результат с солнцем и сравним результат да что ж такое же выключил его вот так вот да и сравним результат с так простите вот может да может нет телеграм не хочет просто выключать просто так не хочет выключаться а сравниваем записываем этот virtual frame буфер и смотрим один-два пытаемся найти отличие пытаемся найти отличие так еще разочек эй би нам так не хочет он еще раз ладно будем так смотреть хочу показать отличие но вот сейчас наблюдаю и мне просто не хочется переписывать фрейм буфер но это глюк он должен мне показать этот разделитель которого сейчас нету ну к сожалению ладно значит смотрим сейчас мы видим результат солнца да мы видим что мы видим то что объект переднего плана точно также освещены direct light да вроде бы неплохо вроде бы ничего в этом плохого нету но мы в данном случае получаем довольно яркий угол дан здесь тоже угол этот получше смотрится и его можно было бы оставить но я решил что все таки в нашем случае лучше поработать с такой схемой потому что в данном случае мы проваливаемся в глубину да то есть у нас углы становятся более темными более контрастными да и здесь тоже получаем больший контраст получаем опять же фрейм рамку и потом уходим до взгляд зрителя утягивается вот сюда утягивается в центр кадра я решил что это хорошо и все-таки принял вот это вот не эту а схему с искусственным солнцем да давайте зайдем light mix вот он корона sun artificial тут нужно будет перезапускать все таки сценку потому что вот здесь вижу глючок и вместе мне комфортно поэтому перезапускаю перепросчет пусть посчитается так удаляем отсюда все и здесь у нас и 5 позначим даже может быть 4 нужно приподнять его так есть вот он наш результат еще раз проверяем сан выключен а вот этот вот источник света который у нас называется artificial light да я бы сейчас даже сделал по светлее помощнее поэтому возьмем повысить его мощность пусть это будет а все да просто включить его нужно вот он артифишал сам все извините чуть-чуть сам себя запутал то есть еще раз да повторю корона сам у нас отключен корона сам у нас не работает мы включаем как раз таки этот искусственный источник света солнце который находится здесь и дает нам дополнительный фрейм дополнительный объем на нашу сценку вот если мы его выключим и включим солнце еще раз покажу то результат будет немножечко иной но не такой объемный на такой художественный как мне этого хотелось бы вот друзья вот что мы получаем солнцем это мне кажется я там чуть-чуть напутал но тем не менее вот он запомните давайте еще раз запишу вам star current virtual frame буфер так он записался выключаем сам и включаем включаем искусственный источник света искусственное наше солнце получаем такой результат и давайте сейчас просто пролистнем вот теперь будет точно это то что хотел показать вот так вот светит у нас солнце мы получаем выбитый угол довольно таки сильно выбитый угол да нету мы теряем объем а вот так вот светит искусственный искусственное солнце не физкорректное и в данном случае вот я потратил много времени на объяснение того что фейк лучше но он действительно смотрится лучше фейк не фейк да не фейк плоский прямо освещенный в лоб освещенный фейк больше объема больше глубины больше драмы в этом кадре да если хотите так поэтому мы оставляем в данном случае это редкий случай когда мы оставляем фейк и осознанно идем на него и так таким образом мы проставили все искусственные источники света а теперь мы будем ставить основные теперь мы будем ставить дополнительные источники света таким источником света станут такими с учеником станут источники света подсвечивающие деревья здесь в общем-то прием такой прием похожий я просто беру опять же создаю корона корона light создаю небольшую сферку примерно такая будет а ухожу опять же в в кельвины 3200 кельвинов нам нужен приятный теплый свет радиус здесь будет где-то сотка я думаю будет хорошо и интенсивность интенсивность примерно такая пусть остается там оставим чуть-чуть пониже вот здесь вот мы видим работу этого источника света не забываем данный источник света обязательно переименовать так это у нас будет 3 до дерева 0 1 окей и теперь берем просто и поставляем данный источник света под всеми ключевыми деревьями он у нас идет вот сюда оставим в инстансе его потому что я хочу чтобы они были у меня завязаны и light mix тоже воспринял эти источники света как один источник света дал мне возможность в один клик изменять их мощность если допустим вы собираетесь как-то более тонко работать то вы можете разбить их так как вам как вам это нужно и итак проставили эти источники света в инстансе нужно сейчас просмотреть и проверить то чтобы они у нас не ушли под землю такое ощущение что-то случилось да они провалились я их сейчас вытащу и здесь делаем то же самое удобно да когда стоит фильтр на источники света и я соответственно могу не выделяя другую геометрию работать только лишь с ними так хорошо так ждем давайте подождем на самом деле довольно быстро получается я доволен вот такие легкие паузы между обновлением фрейм буфера они неизбежны так что вы там пишите мне 3d изначально фейк безусловно не без этого да 3d сам все изначально фейк но ты работая в этой системе фейк все равно стремишься к тому чтобы прийти к максимальному не фейку поэтому всегда был против определенного рода фейков да но когда мы объективно понимаем что в данном случае это смотрится лучше да мы это реально видим анализируем глазом то я за то чтобы все таки позволить себе где-то немножко чуть-чуть фейкануть так ну что ты проснулся какая загрузка по оперативке сейчас покажу вам но вы учитывайте то что у меня здесь не только макс запущен еще куча разного софта ну половина 50 процентов все то на всего то есть ресурс еще на самом деле огромный артем бывает что ты нервничаешь из-за глюков тормозов я немножко переживаю во время прямого эфира когда это идут глюки тормоза да но когда я работаю сам на сам собой нет у меня нету никаких недопонимания с максом почему потому что я с ним уже давным-давно нашел какой-то общий язык вот и мы с ним подружились так по поводу процессоров друзья лишь брал не новые процессоры брал дженерики поэтому пишите диме его чего листон еще этим занимается то он вам поможет нет олег значительно дешевле чем за 2к это слишком дорого было бы так что мы имеем мы имеем достаточно неплохую подготовленную сцену вот но мы видим что мы видим мы видим то что визуально мы видим эти вот шары нам они не нужны и мы уже помним что с этим делать мы просто-напросто выбираем все галочки в настройках этого источника света и он исчезает отлично все ничего нет переходим к следующему этапу нам нужно построить вот центр нашей композиции нам нужно построить fireplace нам нужно построить этот вот огонь и здесь уже технология будет совершенно иная пусть пока что это считается даже наверное сделаю сейчас кадр чуть-чуть побольше чтобы вам было поведнее открою photoshop и покажу вот такую вот вещь данная текстура была взята куплена на cj текстурс хороший ресурс можете опять же заходить туда просматривать его там есть отличная библиотека всевозможных материалов и эффектов а кстати из полезных ресурсов которые на которых нужно быть каждому 3d художнику это cj текстурс это полигон до . ком для поиска хороших подготовленных текстур ну и pixels по желанию так что здесь важно понимать важно понимать чтобы данное пламя было сфотографировано конкретно вот так вот на черном фоне ортогонально также важно запустить кривые ой извините лейбл и photoshop и control l на клавиатуре взять черную пипетку и кликнуть по всем углам дан дабы убедиться в том что здесь мы получаем абсолютно черный цвет на входе на программу нажать окей все данная текстурка сохранена также нам нужно подготовить карту опасити вот для этого мы запускаем юзу рейшн control you английская юна клавиатуре да и выбираем полностью сатурацию убрали сатурацию и можно чуть-чуть по контрастной сделать опять же лейблами вот таким образом мы подготавливаем карту на опасить вы сейчас поймете зачем она нужна после этого возвращаемся в макс так возвращаемся в макс и я сейчас делаю следующее так я выберу свою зону файр плейса и заизолирую только лишь ее в этом случае мы сейчас будем очень быстрыми будем мобильные вот так выглядит все круто итак сделаем пламя что для этого нужно для этого нужно для этого нам нужен play для начала так переношу это на другой дисплей уходим в плейны создание плейнов и ставим плейник вот сюда также подстраиваем его положение естественно в топе хорошо и смотрим что мы получили вы получили вот такую вот картину далее запускаем материал эдитар выбираем любой свободный слот создаем привычный нам корона мтл и на defuse бросаем подготовленную карту корона битмэп вот она эта карточка ушла на defuse хорошо далее мы берем и эту же карту копия дам бросаем на self illumination поезд поднимаем self illumination 23 может быть даже 5 но сильно высоко поднимать мы здесь тоже не можем потому что мы должны помнить что если мы освещаем объекты через self illumination то мы будем получать шумы и артефакты поэтому подняли до 5 видим что это смотрится неплохо и теперь добавим карту opacity так нам нужна карта opacity для того чтобы убрать черную кайму и так ищем opacity вот она вот он свободный слот корона битмап опять же все по классике бросаем опасти карту опа получаем наше пламя наше пламя пока что еще не совершенно но вроде как смотрится хорошо но она не дает нам достаточного света на такие элементы как кресло например да то есть у нас нету ambient light этого нам нужно его опять же простроить для этого я буду использовать дополнительный источник света это опять же будет корона light проставляем его вот сюда в виде сферы поднимаем эту сферку и давайте вы видите что корона до корона light сфера она уже запомнила все предыдущие параметры то есть у нас она уже не видимо нам это не нужно будем поднимать ее мощность сейчас 100 вот кстати очень даже неплохо 150 даже можно поставить вот отлично освещаются наши наши кресла я бы не сказал что это фейк нет если ты будешь светить вот этим вот источником света огнем да то ты получишь неизбежно высокий уровень шума если горит огонь да то есть какое-то ядро есть максимально яркий участок этого пламени который дает как раз таки свет во все стороны да в данном случае мы имитируем но данный эффект за счет источника света опять же корона тут кстати друзья возникает маленькая такая вот неприятность вы можете видеть то что мы получаем вот такой вот круглый очерк нашего источника света чтобы от этого уйти просто возьмем и сделаем эксклют этого плейна из источника света все вот этот вот неприятный моментик он уже нас не тревожит и так отлично хорошо давайте называем его fireplace есть и в целом я думаю что мы уже готовы к тому чтобы тому чтобы окончательно настроить light микс и выводить это на чистовой просчет с уже отстроенной схемой освещения так пока он кэширует все это и парсит я с вами пообщаюсь так 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 какая разница артем в использовании простого максовского битмэп и корона битмэп а коронас битмэп лучше работает лучше дружит и быстрее рендерить сегодня супер урок спасибо александр сергеевич так спасибо спасибо за отзывы о том что вебинар хороший так ну что ж у нас у нас все готово у нас все готово что нам остается останавливаем рендер уходим в настройки рендером жмем кнопку setup light mix оставляем его в инстансах обратите внимание что в этом случае все это дело отожрет у меня еще 2 гигабайта оперативной памяти да то есть нужно быть к этому готовым жмем кнопку generate и запускаем рендер посмотрим что у нас появится в стеке light mix а если где-то от чего-то не напутал то у нас будет все стройно и ну у нас будет все вот как должно быть да то есть на гладь микси мы получим строчки с именами соответствующих источников света и я пойму что за что отвечает так кстати да да похоже на то что все очень даже очень даже правильно и так дадим ему возможность просчитаться давайте проверим как у нас все работает да все корректно rest остальные источники света так называемые да не включенные скажем так в список то есть это как раз таки от ассалфе минэйши все выходит обычно в рест деревья мы не увидим потому что он выключен был это для другой схемы освещения так авто сейф не сейчас интерьер вам интерьер фор интерьер ту на fireplace корона сад он выключен и артифишал сан вот он в чем прелесть light mix а я могу регулировать яркость каждого источника света без перебросчета хочу я например интерьер куда выключить или пригод притушить ее например вот я хочу чтобы здесь так ярко не горела окей не вопрос 050 25 даже может так поставить вот уже стало получено появляется асимметрия та которой мы вчера кстати говорили интерьер на 02 можно тоже мне кажется немножечко поджать fireplace можно например усилить до поставим тройку здесь вот довольно ну хотя снят так он светит не будет ставить ниточку двойка 1 и 5 хорошо environment тоже кстати можно да поиграть усилить цвет environment либо же наоборот сделать его более глубоким более того можно поменять цвет любого источника света да то есть например взять environment сделать еще более холодным если нам это к примеру нужно вдруг мало ли но не в в этом случае у нас сейчас все хорошо что еще что еще давайте на вернем окей пост здесь у нас 4 стоит то есть в целом все у нас все у нас красиво все у нас хорошо и мы проставили схему нужную нам схему освещения а друзья у нас еще есть 10 минут я быстро покажу ночь показываем смотрим ночь или к вопросам переходим так итоговый также через интерактив light mix да да то есть я с миксом стать миксом всегда практически работаю потому что но это дает как раз таки возможность очень тонкой и быстрой настройки света и так есть единогласные решения по ночи друзья история очень простая с ночью так для начала для начала мы сменим и ждем и карту у меня она здесь уже подготовлена красивая ночная если наши поиска это она меняем ее в слоте здесь вот на всего один нюанс то есть может быть максимум 2 сейчас расскажу о нем так то ли это карточка или нет или все таки это ночная у нас наверное это ночная павел хорошо хорошие друзья кто не поставил лайк сейчас прям ставим лайк вот прям сейчас берем и проставляем лайк вам один клик нам счастье а а также вы даете свободу распространения контента и дать возможность другим людям которые точно заинтересованы в процессе в обучении данный контент посмотреть с большей вероятностью поэтому еще раз с каждого по лайкам так ну что у нас с карточкой все равно нет а ну-ка вот это вот я уже запутался в них и так 0304 это не она знаю что не она вот будет нет тоже не она а где же моя ночная карта друзья ой-ой-ой-ой потерял потерял ночную карту и не верну ее уже наверное сейчас как обидно а это не она и это тоже к сожалению не она ох чтобы найти вечернюю карту мне нужно открывать эту сцену либо же арка давайте попробуем вот что сделать по моему я не уверен я не уверен но по моему я знаю что это за карта и так вот мы это что-то было из петра гатри давайте попробуем найти хочется показать сейчас сделаю сделаю попытку подписывай карты она была у меня в стеке все с ней было окей я и угрок не при создании материала да все верно артем что будем завтра делать завтра будем заниматься пост коррекцией всего этого дела а также я презентую курс так иди-ка сюда это скорее всего был питер гатри это была какая-то вечерняя сценка да скорее всего вот это вот вот она знает подгружайся 8 до 18 56 19 58 вот скорее всего илья а спасибо мне очень нравится вот это вот коллективная работа и коллективный разум ты сейчас тут человек такая себе нейронная сеть способная решать любые задачи так вот да это очень похоже что это именно нам да это именно та карта но ее нужно чуть-чуть покрутить вот так вот она смотрится давайте сейчас найдем ее положение оттолкнемся от нуля и поехали я обычно по 30 градусов круче 30 60 90 вот где-то уже рядышком мы давайте сравним с оригиналом сейчас она яркая нам такая яркая карта не нужно хотя где-то 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 здесь еще раз по прокручу и 150 идем дальше 250 нужно проводить просто все вариации 250 290 ну цели тоже как вариант вечерней карты не уверен что это именно та карточка но это тоже мой очень даже хороша и так отключаем наш artificial light то есть нам солнце здесь не нужно его мы делаем в офф и здесь мне было бы интересно сымитировать свет луны поэтому давайте вернемся в 90 значит 90 даже вот наверное поменьше 80 можно поставить чтобы не было так много светлого да это именно та карта я вижу по рисунку это именно та карта и друзья и здесь я подготовил еще один дополнительный источник света тот же принцип до что и с искусственным солнцем но данном случае этот источник света имитирует свет луны я его включаю он у меня очень холодный и картинку тоже чтобы растала ночной я приведу в более холодный баланс белого до 3500 кельвинов мы поставим здесь так выключим кривую она дает дополнительный контраст мне можно даже еще меньше 3000 кельвинов примерно так хорошо и можно усилить яркость искусственных источников света вот интерьерный вывести в 1 и 5 потому что ночью даже может быть два мы явно будем ощущать более мощный свет в интерьерах это правильно это естественно так хорошо также огонь от точнее свет от огня да то есть от фаерплейса тоже должен быть поярче я думаю что он должен быть потеплее поэтому здесь я буду добавлять таким вот образом тепло даже вот так хорошо давайте еще пятерочку вот красиво мне нравится так что у нас тут с контрастом происходит вроде бы все окей но сатурации много поэтому сатурацию минус 01 сделаем сейчас попробуем вот примерно так ну и вот она наша ночная схема да это она как видите опять же ничего сложного опять же просто нужно технически не сложно но вот нужно нужно вот это вот понимание ощущения того как это должно выглядеть а это ощущение на приходит вот на моменте изучения и внимательного анализа референсов опять же огонь я здесь усиливаю достаточно сильно потому что но я считаю что в ночное время суток и это можно это можно в этом можно удостовериться если вы просмотрите там определенное количество референсов огонь будет более ярко выражен нежели в вечернее время до ночи мы будем его видеть более ярким более акцентным и так вот она а кстати обратите внимание здесь у меня есть еще источники света вот здесь вот они находятся в углах здания их тоже рекомендую проставить видите эти источники света дают такой довольно классный дополнительный объем так что еще хотелось бы в принципе я думаю что это это все да это все по свету друзья вот эти вот дополнительные источники света я думаю что вы сами сможете ввести до не проблема вот такая вот история роман спасибо большое за отзыв рома кстати проходил у нас тоже обучение в генку батарея спасибо за ценное занять про форматы сохранены для поста и другие нюансы по пост коррекции вы услышите завтра тоже такая очень значительная тема и так то что еще одно маленькое чудо в нашем четырехдневном марафоне получилось поставили источники света и все это в целом неплохо почти без ошибок прошло были были маленькие погрехи с моей стороны вот но что вы хотите прямой эфир так должно быть в этом есть как раз таки кайф эфиров в этой непредсказуемости и в легком как сказать лег лег легкая доля авантюризма конечно в этих мероприятиях присутствует не без этого так ну что спасибо и вам большое за явку спасибо большое за то что слушали смотрели очень приятно делиться на самом деле всеми этими знаниями приглашаю вас друзья завтра на финальный заключительный день это будет пост коррекции гармонизация картинки потому что видите что отличие явно есть да и они естественно уходят в лучшую сторону поговорим о посткоре поговорим о корректном выполнении посткора и так далее том подобное а также начнем уже наверное какие-то итоги подводить плюс ко всему друзья очень важно тоже должен сказать завтра в конце встречи я сделаю презентацию курса потому что у нас 25 26 не помню точную дату старт потоком даст джейн кубаторе и я презентую курсе расскажу еще курс будет состоять потому что я знаю что есть желающие записаться у нас каждые два месяца набираются большие группы по 50 по 60 человек вот с постоянной периодичностью и дабы каждому каждый раз индивидуально не пояснять что такое курсе джейн кубатор еще он состоит я всегда презентую курс перед стартом на больших общих встречах и собственно завтра презентация курса состоится мария можно пройти курс еще раз можно почему бы нет кстати кто там у нас из студентов можете еще раз плюсы проставить будет интересно влад мальковишь да здесь очень активно себя ведет влад привет вот эти вот два раза курс проходил по моему если не три кто-то у нас был студент который три раза курс проходил кто это сереже привет влад привет не успеваю прочитать евгений юля студентка последнего потока алина хорошо хорошо да мир да мир привет приятно здесь видеть все заходите в группу до мира обязательно архиз клауд это невероятный источник классных моделей и прочего очень полезного стаффа для 3d на художников как раз таки с архитектурной направленность направленностью архиз клауд называется сообщество все должны там быть так почему компакт материал материал привычка так ну что друзья 2102 опять же мы по часам работаем 27 старт мне мишин александр мой партнер подсказывает 27 100 до 27 то есть через 16 дней так ну что ж на этом все спасибо жду вас завтра в это же время на этом же месте не было как всегда очень приятно и интересно вести данную встречу рад что впитываете рад что учитесь точно также буду ждать ваше домашнее задание для аналитики разбора всем спасибо и всем пока